Бисмилляхи рахману рахим. Альхамду лиллаху, салату ассаламу, аля Расулиллах, аля алихи, ассахбихи, аджмаин. Амма баад. Следующая тема в нашей книге называется Духу люль халя. Вхождение в отхожее место. Что такое отхожее место? Имеется в виду в туалет. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам сказал в шариате, что есть свои правила, есть свой этикет, как правильно вести себя в туалете. Само собой мы знаем, что неправильно будет кушать в туалете, петь песни, еще чем-то заниматься. Нет, есть свои правила. Кур'ан читать дизакеля хайрон, Кур'ан читать нельзя в туалете. То есть есть свои определенные правила, как нужно справлять нужду. Так ведь? Так вот шейх упоминает некоторые из них. Некоторые из этих правил, чтобы люди во всем руководствовались шариату. Есть ли в этом что-то постыдное? Кто-то скажет, ничего себе, у вас в религии даже как в туалет ходить, что ли, сказано? Как правильно? Мы что скажем? Да, как однажды одному из подвижников, Сальману Аль-Фариси, подошли люди и сказали, иудеи это были, сказали, ваш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил вас всему, хатталь хираа, сказал, даже справлению нужды, даже как заходить в туалет и ходить в туалет, он сказал, Аджаль, да, сказал, и упомянул некоторые правила в этом хадисе. И вот шейх тоже говорит, Духу люль халя, то есть как правильно входить в туалет, что должен ты знать, какие правила должен знать. Во-первых, он опять же упоминает пять правил. Первое говорит, Первое говорит, прежде чем человек зайти в туалет, должен сказать, Бисмилля, с именем Аллаха, о Аллах, я ищу у тебя защиты от джинов, мужского и женского пола, то есть от женщин джинов и от мужчин джинов, то есть защити меня, сохрани, я прибегаю к тебе, ищу у тебя убежище от них, чтобы ты мне помог от их зла. Вот такие слова. Почему? Потому что вот эти туалеты, грязные места, это места обитания джинов, их там много. Также в одном из хадисов пророк салаллаху алейху ассалям сказал, что если человек скажет, Бисмилля, перед тем, как зайти, то джинны уже не увидят его аура, то есть его постыдные места, те места, которые он скрывает под платьями, под рубашкой, под комиссом, под штанами и так далее. Если он скажет, Бисмилля, прежде чем снять, то джинны уже не смогут увидеть. Поэтому человек, который это дуа забывает, будьте добры, пожалуйста, все показывает, как будто он такой нескромный, как будто ему не стыдно нисколечки, как будто говорит, нате, смотрите. Астахферулла, так ведь нет, не надо забывать это дуа. Пророк салам обучил, сказал, в чем его мудрость заключается. Поэтому первое, прежде чем ходить, нужно что сказать? Бисмилля, то все, тебя уже никто не увидит. Все. Ты свой аурат закрыла от всяких джиннов, там никто тебя уже не сможет увидеть. Если не сказала, все, все будут подглядывать, смотреть. Тебе это нужно? Конечно, нет. Поэтому первое, что дуа говорим. Прежде чем зайти в туалет, будь то это дома, или на улице, допустим. Как на улице? Разве на улице бывают туалеты? Да, иногда бывают. Но иногда человек, где-нибудь находится в поле, или в лесу, он что должен сделать? Если ему вдруг захотелось в туалет, справить нужду свою, что он должен тихонечко, далеко-далеко уйти, где его точно не будет никто видеть. Некоторые такие бессовестные люди со своими друзьями стоят, и если вдруг им захотелось справить нужду, прям вот шаг-два сделают, или просто отвернутся, и прям там справляют нужду. Ну что это такое? Разве это красиво? Это самые бессовестные, невоспитанные люди только так делают. Нужно что, тихонечко уйти так далеко, чтобы никто тебя не видел. И уже там, когда ты дошел до этого места, вот это как будто бы твой туалет. Можешь сказать это дуа, прежде чем снять с себя одежду, сказать бисмилля, Аллахума инни аузу бикамил, аль хубуси вал хабаис, и уже затем можно снимать одежду. То есть это как будто бы твой туалет будет считаться. Понимаете? Это первое из правил. Второе. Так диму риджли льюсра инда духуль. Если человек входит в туалет, он должен обратить внимание на то, с какой ноги он заходит в туалет. С какой ноги он должен заходить? С правой или с левой? С какой ноги должен в туалет заходить? С левой ноги должен заходить. Потому что это считается грязным местом, отхожим местом. А все, что грязное, отхожее, неприятное, делаем левой рукой, левой ногой. И вот точно так же в туалет. Заходим с какой ногой? Левой ногой. Сначала левой ногой ступаем. Это тоже есть правило. На это надо обращать внимание. Не заходить с правой ногой, так как мы заходим в мечеть. Мы в дома Аллаха заходим с правой ногой. В туалет и нет с левой. Понятно это, да? Тут все просто. Третье. А лин хирофу анджиха тиль кибля. Истикбален, ваститбарен. Шейх говорит, отвернуться от стороны киблы. Ни передом, ни задом кибле не справлять нужду. То есть, мы намаз какую сторону читаем? Сторону? Мекки. Мекки. Сторону киблы. Так ведь? Так вот, раз мы туда намаз читаем, значит, когда мы справляем свою нужду, малую или большую, неважно, мы не можем смотреть в сторону Мекки. Ни передом, ни задом поворачиваться нельзя. То есть, мы должны в другую сторону повернуться от Мекки. Да, допустим, если мы вот так же совершаем намаз, значит, когда в туалет пойдем, вот так будем смотреть. Понятно? Поэтому, если человек где-то в открытом каком-то помещении, мы же сказали, он должен что? Отойти далеко от людей, сказать это дуа, затем посмотреть, я не направлен ли я в сторону Мекки. Проверил, нет, Мекка там, значит, я в другую сторону направлюсь. Боком буду к ней. Понятно? Вот таким образом. То есть, третье правило это отвернуться от Мекки, то есть, чтобы Мекка сбоку оставалась. Справа или слева, неважно. Четвертое правило. Если мы заходили с левой ноги, значит, во время выхода выходим с какой? С правой. Тоже надо внимание обратить, не забыть. Когда выходим, с какой ноги выходим с туалета? С правой ноги выходим. Надо это не забыть тоже. И пятое. От дуа у ба'дал хуруч гуфрана ка. Когда выходим из туалета, нужно сказать гуфрана ка. То есть, прощение твое, о Аллах. Выходим с правой ноги, вышли и говорим гуфрана ка. Как говорим? Гуфрана ка. Вот, легкое слово. Гуфрана ка. Гуфрана ка. Говорит. Это дуа этому научил пророк, саллаху салям. То есть, о Аллах, прощение твое. Имеется в виду, прости нас. Почему? Потому что Аллах, субханаху атааля, оказал нам много милостей. Даже то, что ты можешь спокойно справить нужду, это милость. Ведь вы знаете, бывают старые очень люди, которые не могут справить нужду. И мучаются от этого. Им больно, им тяжело. Так ведь, даже в этом приходится им помогать. А то, что ты спокойно можешь справить свою нужду, малую или большую, это милость от Аллаха. Настолько большая милость, что мы не можем отблагодарить Всевышнего Аллаха должным образом. И за то, что мы не можем отблагодарить его, так как он этого заслуживает, мы говорим, гуфрана ка. Аллах, прости нас за это. Прости нас за то, что мы не можем должным образом отблагодарить тебя за те милости, которые ты оказал. А из тех милости даже то, что мы спокойно можем справить свою нужду. Понимаете это? Вот это некоторые правила справления нужды. Еще раз повторим. Давайте первое сначала. Прежде чем зайти в туалет, нужно сказать, что? Сначала бисмиллях, а затем уже вот это дуа сказать. Аллах, я ищу защиты у тебя от джиннов мужского и женского пола. Затем заходим с какой ноги? С левой ноги заходим. Да, вот с этой. Затем поворачиваемся в сторону киблы. Правильно? Нет. Нет. В сторону киблы не поворачиваемся. Сбоку оставляем ее. Так? Хорошо. Затем, когда дела доделали, выходим с какой ноги? С правой. И когда вышли, говорим? Гуфраан. Вот эти пять правил надо запомнить и применять. Следить за собой всегда. Не забыл ли я? Так ли я сделал, как велел пророк Саваласалям? Даже вот в этом следую я своей религии, Ислам, совершенной религии, которая ни в чем упущение не допустила даже в этом, чтобы быть лучшими рабами Всевышнего Аллаха Субханаху Аталия. Чтобы во всех, во всех сферах своей жизни применять шариат, быть мусульманином везде. Даже вот в этих вещах. Так ведь? Субханакаллахумма. Бихамдик. Ашхаду Аллахиллах. Астагфирук и Атубу Иллик.